Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня в этом видеоролике я хочу изготовить очень бюджетную москитную сетку на раму. Сразу хочу сказать, идея не моя, была подсмотрена на ютюбе, но она мне настолько понравилась, что я хочу попробовать эту идею на практике. Замеряю ширину и длину внутреннего проема оконной рамы. Ширина составила 570 мм, а длина 1100 мм. К длине и ширине добавляю по 40 мм. Это нужно для того, чтобы каналы опирались на саму оконную раму. Для изготовления антимоскитной сетки на раму нам понадобится сама сетка. Приобрести ее можно в любом магазине Сатогород, стоит она очень недорого. Также необходимо приобрести 4 метра кабель канала пластикового размерностью 20 на 10. Склеивать я все буду при помощи цианокрилатного клея, а сода необходима для того, чтобы его можно было быстро отвердить и создать объем. Сеточку в размер буду подрезать при помощи обычного канцелярского ножа. Ну а сами кабель канала в размер я рекомендую подрезать при помощи обыкновенной УШМ с отрезным диском. Это очень точно и быстро. Можно, конечно, и обычной ножовкой. Проведя предварительные эксперименты, рекомендую брать более широкие кабель канала. Здесь два варианта. Слева 12 на 12, справа 10 на 20. Маленькие не берите. Почему? Посмотрите, в замке здесь очень мало свободного места, а значит, не травмировав сам канал, вы сюда сетку зажать никак не сможете. А вот в широком, здесь более широкий замок и здесь больше пространства. Здесь можно спокойненько засунуть и зажать сюда сеточку, не сломав сам кабель канал. И, кроме того, мелкий он более хрупкий, а широкий вам дает больше возможностей на ошибку, не сломав сам кабель канал. Так что 10 на 20 самый лучший вариант. Карандашом отмечаю размер в 1140 мм. И при помощи угольника сначала провожу линию под 90 градусов, а потом под 45. При помощи УШМ сначала отрезаю лишнюю часть кабель канала, а потом подрезаю его под углом 45 градусов. Теперь отмечаю отрезок в 610 мм. Также провожу две линии под углами 90 и 45 градусов и отрезаю все лишнее при помощи УШМ. Раскладываю заготовки на столе и понимаю, что не хватает распорки посередине. А для этого пришлось прикупить еще один кабель канал. Отмечаю карандашом отрезок длиной 570 мм. Отрезаю все лишнее болгарки под углом 90 градусов. Для того, чтобы рамка при склейке не приклеилась к столу, на стол под места склейки наклеиваю обычный скотч. Теперь со всех кабель каналов я снимаю крышки и ровно по периметру стола, использовав его как лекало, раскладываю заготовки. Зажимаю пальцами место стыка двух заготовок, цианокрилатным клеем наношу жирную каплю клея и посыпаю его большой щепоткой столовой соды. После чего сдуваю все лишнее с места склеивания. То же самое произвожу и с другим углом рамки. Делю длину рамки на две равные части и наношу отметку карандашом. Прокусываю прорезь бокорезами под внутреннюю ширину кабель канала и отламываю все лишнее пальцем. Под место склеивания приклеиваю на стол небольшой кусок скотча. Устанавливаю и выравниваю распорку. Наношу на место стыка немного клея и посыпаю все щепоткой соды. Далее переворачиваю рамку для того, чтобы произвести оставшуюся склейку на скотче и склеиваю оставшиеся заготовки по тому же алгоритму. После полного высыхания клея удаляю остатки скотча со стола и проверяю рамку на прочность. Как вы можете видеть, клей в паре со столовой содой надежно склеил все элементы рамки между собой. Теперь разматываю сетку на столе, накладываю на нее рамку и делаю засечку ножом, после чего разрезаю сетку по всей ее длине. Также подрезаю сетку и по длине самой рамки. На распорку внутри рамки я сразу надеваю крышку, в нее сетку закусывать я не буду. Ее основная роль быть распоркой и ручкой при установке на раму. Укладываю сетку внутри рамки так, чтобы сетка не выходила за пределы самой рамки, после чего беру крышку кабель канала и двумя большими пальцами закрываю ее, зажимаю за собой и саму сетку. В противоположной стороне немного натягиваю сетку и закрываю крышкой. Все боковые стороны закрываю под точно такому же алгоритму. И как только сетка начинает закусываться замком крышки, то происходит одновременно и натягивание сетки в рамке, само по себе. Клево! Итак, москитная сеточка полностью готова, натяжение у нее просто отличное и внешний вид как у заводской. Только то, что заводская сделана из алюминиевого профиля и стоит во много раз дороже, чем вот эта пластиковая. А пункция выполняет абсолютно вот это то же самое. Как теперь закрепить эту рамку на пластиковую раму? Для владельцев частных домов, одноэтажных частных домов, это не проблема от слова совсем. Что на деревянную раму, что на пластиковую раму я предлагаю прикрутить на 6 коротких саморезов. 2 сверху и снизу и 4 по бокам. Критичного здесь нет ничего, если вы боитесь проткнуть пластиковую раму, потому что отверстия сквозного там никакого не будет, в этом отверстии будет закручен сам саморез. И 6 саморезов нам дадут полное прилегание вот этой рамки к самой раме. Поэтому будет обеспечена полная герметичность. Ну а для тех, у кого многоэтажное строение, тут конечно с внешней стороны уже ее никак не прикрутить. Ну и самая рациональная мысль, которая у меня возникает, это внутрь кабель-канала умонтировать 6 неодимовых магнитов, а на самой раме приклеить на двухсторонний скотч металлические пластинки, чтобы можно было это все примагничивать с внешней стороны. Ручку тут делать и не нужно, потому что можно хвататься за вот эту серединную перекладину, чтобы можно было выставить наружу и приклеить на магниты. Ну а я прикручу все на саморезы. Для удобства установки рамки сверлю 6 отверстий диаметром 4 мм, в которые и будут проходить короткие саморезы для крепления к оконной раме. Прилегание отличное. Ну мне настолько понравилась эта тема, что я сделал еще одну. Как раз у меня тут был некомплект. Итак, мои дорогие друзья, подведем итоги. Идеей я остался очень доволен, настолько, что в итоге я все рамы сделал с москитными сетками. К плюсам можно отнести, очень дешево, очень быстро изготовить, не требуется очень много инструментов и выполняет свою функцию на 100%. Недостатков в этой конструкции я как таковых не вижу. Ну а на сегодня у меня все. Ставим палец вверх под этим видео. Подписываемся на канал. Всем пока. Продолжение следует...